В селе Гиска сегодня в 4 часа утра загорелся дом. Пожарные расчеты приехали на место через 5 минут. Во дворе они нашли женщину с ребенком на руках. Второго ребенка из горящего дома спасли спасатели. Обугленные детские игрушки, табуретки, расплавленная пластиковая посуда. Анатолий разбирает то, что уцелело после пожара. Жилье в Гиске молодая семья сняла год назад. Этой ночью, когда случилось возгорание, мужчина был на смене. Дома оставались жена и двое маленьких детей. В 4 утра мне супруга позвонила и сказала, что горим. Я когда-то услышал, что первый позвонил в пожарную, позвонил на скорую, потом в пожарную, приехал на такси, уже тут все тушили. Я хотел зайти в дом и спросил, где супруга, где дети, потому что никого не видел, только милиция была. Сказали, не знаем, не знаем, потом сказали, что они в скорой, показали, что они живы, все здоровы. 22-летняя Вера проснулась от сильного треска и запаха гари. 4-летний Денис спал рядом, а полуторагодовалая Соня в соседней комнате. Мать кинулась к дверям, но там был сплошной огонь. Тогда она разбила окно и вытолкнула мальчика во двор. В этот момент подъехали пожарные и помогли вытащить из огня девочку. Когда я проснулась, я огонь не видела, но дверь была уже горячая и на кухне уже было все-все-все в дыму просто. И в комнате нашей тоже уже начался частично появляться дым, но в других комнатах было более-менее, и поэтому мы смогли выйти. Жильцы дома винят во всем старую проводку. Скорее всего, она и загорелась. Пожар начался с веранды, перекинулся на чердак. Больше часа огнеборцы тушили возгорание. Сгорели документы, часть личных вещей, холодильник, бойлер, кухонный гарнитур. Зашли в дом, уже посмотрели на ущерб, что жить невозможно. И остались двумя детьми сейчас. Ни электричества, ничего нет. Кухня полностью сгорела, ванная комната сгорела, одна комната жила частично. Кухня полностью, никаких условий нет, электричество полностью. Теперь супругам нужно восстанавливать жилье, где-то временно жить. Анатолий работает пекарем, Вера в декретном отпуске. Семья нуждается в материальной поддержке. Все, кто хочет оказать посильную помощь, могут перечислять деньги на карту. Вот реквизиты.